На территории Теплоключевской средней школы Тампонского района есть знаменательное место от эстела ветеранам Великой Отечественной войны и тыла. В одном ряду с ними установлена и мемориальная доска 19-летнему Максиму Калинину, который погиб при исполнении воинского долга в Чеченской Республике в 2003 году. Продолжит наш корреспондент. Сегодня солдат Максим Калинин – пример отваги и доблести для учащихся Теплоключевской средней школы. Ученица 8-го класса Виктория Казакова написала о нём доклад «А знаете, каким он парнем был?» и выступает с этой работой в научно-исследовательских конференциях. Руководитель – заведующая школьной библиотеки Наталья Брик, которая кропотливо занимается с ребятами научно-исследовательской работой в рамках патриотического воспитания граждан России. Мы хотим чувство патриотизма воспитать в детях, чувство сострадания, приблизить их к воинским, именно мальчикам, к воинским профессиям. Историю края и людей должен знать каждый. В этом юный исследователь глубоко убеждена. Максим Калинин был стрелком 4-й мотострелковой роты и в составе бригады производил зачистку ущелья от боевиков. В первый раз обошлось всё благополучно, но во второй раз не повезло. Такая трагедия. Ему было всего 19 лет, и он так погиб. Хотелось, чтобы в нашем мире было поменьше войн и чтобы не погибали наши мальчики. Калинины в село Дорожников Развилка Тампонского района переехали из Верхнеколымского улуса в 1993 году. В 2001-м Максим был призван в ряды вооружённых сил. После учебки в Хабаровске был направлен на срочную службу в Чеченскую республику в посёлок Шали. Он был таким, как все. Окончил девятилетку, учился в ПТУ на водителя и считал, что только в армии становятся настоящими мужчинами. В этом году Максиму Калинину исполнилось бы 33 года, если бы он вернулся. В памяти родных и односельчан Максим таки остался 19-летним пареньком, который погиб, защищая Родину, с оружием в руках. Мария Винокурова, НВК Саха, Хандыга.